Добрый день, уважаемые друзья! Еще интересная статейка попалась, весьма интересная. Журнал «Пчеловодство» 1961 год, номер 3. Пчеловоды заметили такую вещь, называется статья «Напад трудней или трудней ворующий мед». Случай напада трудней на семью пчел был описан впервые в журнале «Пчеловодство» за номер 1 за 1914 год. Летом 1960 года я наблюдал аналогичное явление. На одну из моих самых сильных семей напали трудни с соседней пасеки. Последние дни августа стояла хорошая теплая погода, и около двух часов дня молодые пчелы ежедневно облетывались. 1 сентября во время очередного дружного облета пчел я заметил, что вместе с пчелами в улей сильной семьи входит очень много трудней. У меня на пасеке ни в одном уле давно уже не было ни трудней, ни трудневого расплода. После окончания облета я решил осмотреть семью. Когда я отогнул холстик, то из открытых улочек с зужжанием начали вылетать трудни. Это меня озадачило. Я начал осматривать соты и заметил, что в некоторых из них половина прилегающих к передней стенке – пустота. А это была осень. Запасы кормов были на зиму приготовлены. На следующий день с утра встал наблюдать за этой семьей. Погода была облачная. Пчелы летали слабо. Около девяти часов появились пчелы-воровки, прилетевшие с соседней пасеки, расположенные в двухстах метрах от моей. Кавказских пчел соседа легко было отличить по желтизне от наших местных. Я смазал улей керосином и стал наблюдать, что будет дальше. Пчелы семи, подвержившись нападу, начали сильно волноваться. Выкучивались из литков на прилетную доску и на стенку улья. Завязалась борьба между пчелами-хозяйками улья и воровками. Вдруг начали появляться трудни. Они смело садились в кучу пчел на прилетной доске и преспокойно заходили в улей. Пчелы, влеченные борьбой с пчелами-воровками, не обращали на трудни никакого внимания. И последние свободно проникали внутрь улья. Их появлялось все больше и больше. Чтобы приостановить этот неожиданный напад, проще всего было загородить литок разделительной решеткой. Но ее у меня не было. Поймав несколько трудней спешащих в улья, я обнаружил, что в их желудках не было меда. Я стал ловить всех выходящих из улья трудней. В каждом из них содержалось по большой капле меда. У меня не осталось больше никаких сомнений в том, что трудни воровали мед. Продолжая ловить и уничтожать нападающих трудней, я положил на прилетную доску два рамочных бруска. А на них стекло 10 на 20 сантиметров, так, чтобы возле передней стенки могла пройти пчела. А трудней не прошел бы. Пока я устраивал такое, пошел мелкий моросящий дождь. Пчел воровок не стало, а трудни продолжали лететь. Всего я насчитал более 900 трудней. Трудни, которым удалось проскользнуть улей, раньше набравшие меду, спокойно выходили из летка. Я их ловил и раздавливал. Клав на прилетную доску. Пчелы набрасывались на них и высасывали мед. Поединок с труднями продолжался более двух часов. Пчелы также начали принимать участие в этой борьбе. Вытаскивая из улей тех трудней, которым удалось туда пробраться. Трудни не сопротивлялись, а спешили к выходу из-под стекла, где я их уже ожидал. Прилет их стал редким. Убрав стекло, я наблюдал, как пчелы вцеплялись по две-три прилетающих трудней и клубком скатывались на землю. На следующий день трудни больше не прилетали. Не было и пчел воровок. Увидел соседа-пчеловода, я спросил, нет ли у него семей без маток или с трудовками. Он ответил, что одна семья почему-то плохо работает. Трудней в ней много, а пчел мало. На земле против летка этой семьи мы увидели массу мертвых трудней. А пчел не было видно. Ули не заглянули, так как пошел дождь. Мне стало ясно, что в семье нет корма, а голодные трудни летали ко мне на пасеку. Город Нижний Тагил, Свердловская область. Куликов. Это такая вещь происходила в тех местах. Еще интересная статейка, которая зачастую бывает проблема. У многих пчеловодов понос после зимы. Как исправить это положение? Один человек пишет. Кормление пчел настоем чайного гриба. На колхозной пасеке я работаю с 1936 года. Дело свое люблю, знаю, но продолжаю живо интересоваться достижением пчеловодной науки и практики. Последние несколько лет с успехом применяю настой чайного гриба при лечении семей, пострадавших во время зимовки от заразного и незаразного поноса. Практически поступаю так сразу же после весеннего облета пчел, гнезд до больных семей привожу в порядок, сильно сокращаю, утепляю соты, а ульи, запачканные поносом, заменяю чистыми. Независимо от количества корма в ульях семья, пострадавшим от поноса, несколько дней подряд даю жидкую подкормку с добавлением на каждые 3 литра, пол-литра настоя чайного гриба. Этот сироп пчелы охотно поедают и буквально через несколько дней выздоравливают. Свидетельством тому служит их высокая летная деятельность, нормальное выращивание расплода, отсутствие гибели маток, высокая продуктивность. Важное практическое значение, как известно, играет регулярное паение пчел водой. На пасеках обычно дают пчелам воду в общих паилках и, как правило, холодную. Мне часто приходилось наблюдать, как пчелы, напившись в паилке холодной воды, тут же коченели и гибли. Поэтому я делаю так. В пасечном домике на плите постоянно держу теплую воду, которая по тонкой эластичной трубке, пропущенной через раму оконную наружу, поступает в обычную паилку. Оттуда ее берут пчелы. Характерно, что лед пчел за теплой водой наблюдается даже в неблагоприятную погоду, и гибели их при этом не происходит. Вот такая вот информация, весьма важная для ранней весны. Еще небольшая информация о медоносе цветения астролистного клёна. Здесь написано, в каких местах они проводили опыт. Он распространяется во многих местах. Но тут написано, Ташкент, Узбекская ССР, Усть-Лабинская, Краснодарский край, Новочеркасск, Ростовская область. К чему я свидетель? Я там вырос и жил, когда ходил в техникум, ведь видел в лесопосадке большие стаи тучи пчел, которые так гудели хорошо, было приятно слушать. Киев, Брянская область, Горки, Белорусская ССР, Москва, Уфа, Ленинград, Вологда, Слободской, Кировская область. А теперь прочитаю, где он распространен и что он дает. Астролистный клён распространён на европейской территории СССР, смешан на широколиственных лесах. Однако, встречается он не часто, сплошных насаждений в лесу обычно не образует. Растёт рассеянно среди других пород. На юге он сопутствует дубу и ясенью. В более северных районах своё распространение растёт в смешанных сосновых и еловых лесах, а также в примеси к берёзе и осенне. Широко разводится в лесных полосах, садах, по-русски лесополоса, парках, населённых пунктах. Встречается в культуре до Петрозаводска и Архангельска. Хорошо приживается при пересадке, очень долго сохраняет способность, возобновляется от пня и даёт обильный самосев после семенных лет. Это такие вертушечки вертятся, падают. Семян очень много даёт. Я наблюдал в лесополосах наших. Растёт очень хорошо. Цветёт астролистный клён в середине весны сравнительно недолго, около 10-15 дней. Зацветает вслед за берёзой, ранними тополями, обычно почти одновременно с первыми плодово-ягодными кустарниками, но несколько ранее плодовых деревьев, вишен, груш и яблонь. В северных центральных районах распространение зацветания в среднем наступает в мае. На юге Европейской части СССР в апреле. Медопродуктивность при благоприятных условиях в переводе на 1 гектар сплошного дерева стоя за сезон достигает до 200 кг. Одно взрослое дерево даёт до 10 кг. В этом отношении астролистный клён уступает лишь таким древесным породам, как акация белая, клён полевой, липомелколистная. Мёд светлый, хорошего вкуса и аромата. Однако взяток с астролистного клёна пчёлами часто недоиспользуются вследствие малой силы пчелиных семей во время его цветения, а также неблагоприятной холодной погоды. Клён зацветает при среднесуточной температуре воздуха около 10-12 градусов тепла. Через 20-30 дней после первых растений, пыльциносов, ольхи и орешника. Поэтому товарный мёд с клёна редкость. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, ждём ваших комментариев. Если что вас заинтересовало, записывайте или кликните в конце видео на подходящее и интересующее вас видео. До встречи, до следующего видео. Продолжение следует...